Поменяли уплотнение кругом, тут запенили, помазали, наверное. Это все стоило 197 тысяч. Замена фурнитуры окна 64 тысячи, выведение диагонали еще 45. На этом список оказанных услуг не заканчивается. Не ощутим и сам результат работ. Доверчивому пенсионеру Александру Шишкину только остается подсчитывать убыток. Мы хотим вам дать гарантию на уплотнение предыдущей фирмы. Я вроде как не возражал, доверился. Александр Шишкин, мягко говоря, неприятную для него ситуацию вспоминает неохотно. Мужчина запустил в квартиру молодых людей, которые после диагностики двух стеклопакетов сообщили об их неисправности. В итоге сумму ремонта насчитали солидную – 327 тысяч рублей. Для устранения якобы неполадок пенсионер отдал последние сбережения. Договор был в понедельник только. А деньги вы внесли сразу? Да. Без договора? И сразу расписался за него. Считай, что на чистом везде. Позже пенсионер понял, что стал жертвой мошенников. Вернуть свои деньги он уже не надеется. Предприимчивые гости на связь не выходят. Дозвониться по указанному в договоре номеру телефона мы тоже так и не смогли. Вызываемый абонент сейчас не может ответить. Как оказалось, фирма, навязавшая псевдоуслуги пенсионеру, уже известна в обществе защиты прав потребителей. Заявления на сомнительную частную компанию поступали и в администрацию Екатеринбурга. Чтобы обезопасить себя, юристы советуют не спешить заключать договор с фирмами, чьи представители сами без приглашения приходят на дом. Договориться о цене, потребовать смету на работы. И когда будет документ, в котором будет уже явная адекватная цена, тогда его подписывать. Теперь по поводу адекватной цены, к сожалению, не все ориентируются в ценах. Мы, конечно, советуем, прежде чем заказывать какую-то услугу, все-таки помониторить интернет и найти среднюю стоимость. По словам психолога, именно пожилые люди зачастую становятся жертвами обмана ходоков по квартирам. Причин тому немало. Самые распространенные – излишняя доверчивость или одиночество. Мошенники всегда идут на шаг вперед полиции, потому что они очень хорошие психологи. Чаще всего это люди социопатической структуры личности. То есть у них нет сожаления, сочувствия к людям, которых они обманывают. И они очень четко чувствуют ваши потребности. За помощью Александр Шишкин обратился в региональное отделение Народного фронта. Вместе с общественниками он намерен добиваться справедливости в суде.